Она говорила, у меня предчувствие. В этот раз свадьбу мы делать не будем. Она расстраивалась, значит, внутри она чувствовала. Я её успокаивал и говорил ей, чтобы не произошло, наши встречи с тобой никто не сможет помешать. Я говорил, ничего не случится. Но, к сожалению, мы о таком и подумать не могли. Что может такое вообще произойти? 28 апреля у нас должна была быть свадьба. 23 года, 28 апреля назначена дата свадьбы. Но, к сожалению, так не вышло. И вместо свадебного платья мы будем одевать одеяние для похорон. Сестра, что я чувствую? Я попробую тебе объяснить. Ты попробуй представить. Мне как будто завязали ноги и руки, и ты не можешь подняться. Нет еды, нет воды, нет воздуха. Я сейчас вот такой, ходячий неживой человек. Потерял все чувства. Единственное, я надеюсь, что Господь взял её душу сразу. И она не мучилась. Я сейчас открыл её лицо и поцеловал её в лоб. И для меня в мире нет больше нигде такого приятного запаха, как у неё. В первый день потерялись все телефоны. Я вспомнил, что поставил будильник на 8.45. Когда позвонил будильник, телефон был под кроватью. Мы каким-то образом его оттуда достали. На руках у нас был малыш. Он был немного беспокоен. Шестимесячный ребёнок. Другие наши дети погибли в один момент. Мы ничего не ели. Рядом был вазелин. Мы его понемногу-понемногу ели. Сына я старался накормить своими слюнями, так как у жены пропало молоко. Но на пятый день он не выдержал. Я посмотрел его пульс. Я послушал его сердечко. Это было приблизительно в 6 утра. В это же время погибли его братья. Под нами был паркетный пол. На первом толчке он не повредился. Но когда был второй толчок, там образовалась трещина. И это было на седьмой день. Понемногу оттуда стал поступать воздух. Было очень везде засыпано пылью. Мы прикрывали лицо и рот. У нас были настольные часы со светом. Посмотрел, на часы было 3 или 3.30 под утро. Потом я что-то почувствовал. Протянул руку и почувствовал, что трещина влажная. Я стал копать. Оттуда вышла вода. Это была вода от снега. Я знаю. Но в нашей области снега не было. Я уверен, что это Господь. Там, где выходила вода, я хорошо раскопал. Благодаря обломанной мебели сделали большое отверстие. Нашли более просторное место, но тоже под упавшими потолками. Как вы себя чувствуете? Хорошо, спасибо. Мне сделали операцию. Она очень хорошо прошла. Я потеряла мужа и двое сыновей. Дочку не можем найти. Она была доставлена в больницу. Но мы не можем ее найти. Я была в сознании. И помню, что меня спасали свекры и друзья. Слава Господу. Я была там приблизительно 40 часов. Очень сложно было. Не хватало воздуха. Я выжила. Но сердце у меня очень болит. Я совершенно не думала об операции. Я выздоровлю. А вот дети и моего мужа больше нет. Мы все были вместе. И умерли они все рядом. А дочь лежала в госбольнице. Слава Богу. Но она вроде не была зарегистрирована как умершая. Потому что там ждут родня. Дядя все время находится там. Может быть, ее перевели в другую больницу. И, скорее всего, она не была зарегистрирована. Я надеюсь, что мы ее найдем живой и здоровой.